МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике все водонапорные башни внесут в единый реестр. По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, более 50 подобных объектов находятся в аварийном состоянии. Этой зимой уже были зарегистрированы случаи обрушения башен. Водоснабжение деревень восстанавливалось в сжатые сроки, но проблему необходимо решать комплексно. По какой причине рухнули водонапорные башни в ряде муниципалитетов, до сих пор продолжают выяснять эксперты. Пока же и в Урмарском, и в Ядренском районах жители сел получают воду по другой схеме. Через преобразователь чистоты. Рекомендации выданы, сейчас работа ведется. По завершению работы отдельно доложим. На сегодняшний день есть разные технологии в автоматическом режиме, чтобы без участия человеческого фактора все это работало. Но с другой стороны башня бы еще стояла, потому что там же есть растяжки. Если бы свое время навключали и отключали бы. Там же наледь такая, что нагрузка падает другая на башню. Обследовать водонапорные башни руководители муниципалитетов обязали до конца недели. Если их состояние аварийное, сразу же надо принимать решение о демонтаже. Параллельно с этим Минстрой направил и конкретные рекомендации коммунальщикам. В очередной раз направили муниципалитеты по информации о том, чтобы они обслуживали и эксплуатировали башни, скажем так, согласно регламенту. И своевременно наледи сбивали. У нас все башни должны быть в реестре. Есть артезианские скважины, на что должны взять лицензию, разрешение. Я вам даю февраль-марк до 1 апреля. Тут большого труда не надо. Все учесть и все должно быть в реестре. В Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям отмечают, что все коммунальные ЧП в республике устраняли в сжатые сроки. Аварийные бригады всегда работают в режиме повышенной готовности. В неделю по 2-3 раза происходит отключение по сетям водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения со сроком устранения до 4 часов. Еще чаще экстренные службы ликвидируют пожары. Этой зимой в республике произошло более 150 возгораний. Погибли 13 человек. Главная причина ЧП – нарушение правил установки печей. Каждый четвертый пожар – это баня. Следующее – нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов. 46 пожаров – 30,3%. И надо отметить, что из 13 человек, 9 человек погибли у нас в нетрезвом состоянии. Глава региона отметил, что все риски от чрезвычайных происшествий должны быть сведены к долю. В связи с этим на первый план выходит страхование имущества. Но статистика показывает, только 40% пострадавших имеют такие договоры. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. На планерке обсудили и подготовку к лыжне России. Напомню, она состоится 11 февраля. Центральный старт в этом году будет организован в районе аэропорта около автодрома школы ДСААФ. В программу старта входят дистанции 3, 5 и 10 километров. Рекультивация старых свалок, реализация программы переселения из аварийного жилфонда. Эти темы обсудили на видеоконференции с главами администрации районов и городов республики. Федеральный проект «Чистая страна» в его рамках планируют восстановить и рекультивировать мусорные полигоны по всей стране. В эту программу может попасть и Чувашия. В республике таких свалок 9. Они существуют с 70-х годов прошлого столетия. Экологией здесь и не пахнет. Государственный реестр объектов размещения отходов они также не включены. Требованием для включения в проект «Чистая страна» является наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы о достоверности смертной стоимости рекультивации свалки. Кроме того, объекты размещения отходов должны находиться на землях, отнесенных к категории промышленности. На сегодняшний день разработан проект рекультивации и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы только для одной свалки. Это в село Ильбешев Чебоксарского района. Остальным же муниципалитетам нужно поторопиться. Срок разработки проектов до 1 июня этого года. На видеоконференции обсудили реализацию другой федеральной программы – переселение граждан из аварийного жилфонда. В этом году стартовал заключительный четвертый этап. Новые квартиры получат около 3,5 тысяч человек. В настоящее время переселены 100 человек и 40 жилых помещений общей площадью 1500 квадратных метров. Программу реализуют в 8 муниципалитетах срока окончания 1 сентября. Города Чебоксары и Шумерли, а также Шумерлинский район справляются с поставленной задачей неэффективно. Никаких проблем по этой программе, вопросов финансирования нет. Финансовые средства залеживаются на счетах, потому что документация не готова, конкурсы не проведены, контракты не заключены. Отдельная тема – ситуация с жильем для многодетной семьи в Урнарском районе. Администрация приобрела для нее недостроенный дом. Главу Чувашии Михаила Игнатьева возмутило такое отношение к людям. К тому же, налицо неэффективное расходование бюджетных средств. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В понедельник утром глава Чувашии подписал указ об отставке министра транспорта и дорожного хозяйства Республики. На субботнем совещании Михаил Игнатьев раскритиковал работу ведомства и уполномоченной организации Упрдор Чувашии. Недовольство руководителя региона вызвало неэффективное освоение средств Дорожного фонда, качество ремонта и обслуживания дорог в Республике. В 2016 году на дорожные работы направили беспрецедентные средства – более 3,5 миллиардов рублей. В 2017 году объем Дорожного фонда Республики составит не менее 5 миллиардов. Развитие дорожной инфраструктуры – приоритетная задача, обозначена в послании главы Чувашии. Однако освоение средств на ремонт идет медленными темпами, а качество работ нередко оставляет желать лучшего. Кроме того, все ключевые должности в Чувашу Продоре заняли бывшие сотрудники управления госнаркоконтроля. Выявлены лица, которые занимают должности ведущих инженеров, имеют высшее музыкальное образование или вообще общее среднее образование. Никакое отношение к профессиональным требованиям не имеющих. Предприятие допустило и перерасход фонда оплаты труда в 600 тысяч рублей, причем выяснилось, что заняты были не все вакансии. При штатной численности в 91 человек функционирует и принято на работу сегодня у нас только 60 человек, которые полностью используют штатный утвержденный фонд оплаты труда на год – 91 единицы. Соответственно, при этом еще имеются выплаты материальной помощи, другие выплаты стимулирующего характера, которые не подтверждены соответствующими положениями, согласованными с учредителем. По словам министра юстиции, в учреждении не были утверждены устав, штатное расписание, без согласования увеличен руководящий состав, не был введен в действие весь имущественный комплекс, хотя о необходимости этого руководство Чуваш-Опердора неоднократно уведомляли. Кроме того, нет положения о выплате стимулирующих надбавок. В республике эффективно проводится финансовый менеджмент. Об этом говорили на встрече главы региона и руководители управления Федерального газначейства по Чувашии. В системе общественных финансов произошло немало перемен. Средства из федеральной казны отныне выделяются только по факту выполненных работ. Государственные проекты должны реализовываться без сбоев. Средства, выделенные под фактическую потребность, под такой схемой, мы уже начали работать с прошлого года и успешно работаем. По новым правилам республиканское казначейство выстраивает отношения и с муниципалитетами. За расходованием бюджетных рублей налажен эффективный контроль. Местные бюджеты в течение 14-15 года переведены к нам на обслуживание. Я думаю, что от этого они только выиграли, потому что мы постоянно проводим обучающие мероприятия. А теперь они прекрасно понимают, что казначейство тоже, как в Министерстве финансового государства, каждую копейку считает. Меняется подход их к проверкам. В казначействе предварительно просчитывают возможные коррупционные риски, чтобы не допустить нецелевых растрат. Медриковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Довериться природе. Несмотря на то, что на дворе 21 век, некоторые беременные женщины решают рожать дома. Тем более, что на всевозможных дамских форумах о домашних родах пишут как о волшебном процессе, естественном и простом. В конце прошлой недели один из таких новорожденных попал в поле зрения чебоксарских педиатров. Малыш появился на свет дома. Но родители обратились к врачам только спустя 10 дней, когда заметили у ребенка затрудненное дыхание. 17 часов. Я была уже у них дома. Я послушала состояние срочной степени тяжести. Адрышка была у ребенка. Они мне сказали, что новорожденный появился на дому, на кухне, на полу. Муж принял роды, сказали. И там и девочка стояла, смотрела. Вот трехлетняя там у них еще старшая девочка. Дежурный врач настаивала на том, что ребенка нужно отправить в стационар. Провести необходимое обследование, поставить диагноз и назначить лечение. Родители от госпитализации категорически отказались. Педиатру ничего не оставалось делать, как сообщить об этом главврачу больницы. И медики, и представители органов опеки пытались уговорить родителей. Но те забаррикадировались в квартире. Я не знаю, почему такая сейчас оборонительная позиция занята. Иван Алексеевич. Наталья Петровна. Только на другой день участковый педиатр смогла навестить больного ребенка. Назначить лечение. Лекарственные препараты данному ребенку были предоставлены за счет нашего учреждения. Все, что необходимо по лечению, ребенок получает. На сегодняшний момент состояние данного ребенка без ухудшения. Этому младенцу относительно повезло. Медики смогли вовремя прийти на помощь. Но сама мама от осмотра гинеколога отказалась. Между тем известно, что в Чувашии даже в условиях стационаров без осложнений рожают всего лишь 27% женщин. В Чувашии на более 16 тысяч родов в году приходится около 55-56 домашних и дорожных родов. Безопасность матери и ребенку можно обеспечить только в акушерских стационарах. Безопасность прежде всего. Вот этой безопасности дома никто не гарантирует, если нет рядом профессионалов. Призываю женщин спокойно рожайте в акушерских отделениях и выписывайтесь как можно раньше. Все будет нормально. Рожая под девизом «Наши прабабушки рожали без врачей и мы сможем», многие забывают, что статистика выживаемости матери и ребенка в прабабушке на времена была далеко не оптимистичной. Поэтому всем мамам и папам стоит несколько раз подумать, прежде чем так рисковать жизнью маленького человека. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. С 27 января по 2 февраля в республике зарегистрировано более 8 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из-за роста числа заболевших в ряде чебоксарских школ введен карантин. Наиболее высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ отмечается в Чебоксарах. Средний многолетний уровень превысил 23%. В связи с этим учебно-воспитательный процесс приостановлен в некоторых образовательных учреждениях. С 31 января по 5 февраля была закрыта средняя школа номер 45. На карантин частично ушли ученики 10 школ. А с 4 по 8 февраля закрыта и столичная школа номер 54. Специальная стипендия главы для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. Это почетно и очень приятно. Такую поддержку в этом году получила артистка балета Ульяна Альпидовская. С самого детства она живет среди декораций и зеркал балетных пачек. Ульяна Альпидовская дебютировала на сцене театра оперы и балета в 7 лет. Сейчас профессиональная балерина получила грант главы за особую творческую устремленность. А началось все с маминых пуантов. Первый раз я встала на пуанты. Это в мамины пуанты. Пока мама на сцене репетирует, я решила надеть ее пуанты. Носками замотала свои пальцы и встала. Было очень легко и удобно. Когда ты встаешь на пуанты, ты смотришь на себя по-другому абсолютно. Не как на гадкого утенка уже смотришь, а как на грациозного лебедина. Легкая и непринужденная рюмочка Мерлин из современного балета «Красавица и чудовище» – самая запоминающаяся роль Ульяны. А мечтает она станцевать Машу из «Щелкунчика» и «Китри» из «Дон Кихота». Благодарный зрителя – это, наверное, самое приятное. Последний раз мне вышла маленькая девочка, подарила цветок в горшке. И она говорит, «Рюмочка, спасибо вам большое, я к вам приду еще раз, я теперь тоже хочу танцевать». И я тогда такая думаю, вот это самое приятное, когда дети тоже хотят пойти в балет. Потому что ты понимаешь, что ты показал ему пример. А это самое главное – показать хороший пример детям. Когда звучит фамилия Альпидовская, большая часть зрителей представляет заслуженную артистку Чуваши и Татьяну Альпидовскую. Это мама Ульяны, во всем пример для юной балерины. Любому ребенку, у которого мама здесь или в другом каком-то месте, всегда тяжело. Потому что отношения предвзятое, хотят увидеть что-то большее. Чтобы стать лучшей на балетной сцене, нужно много трудиться и любить театр, так считают профессионалы. Ведь именно на любви к этому месту и держится искусство. А гранты и прочие финансовые поддержки только мотивируют артистов на дальнейшие достижения. Конечно, надо поддерживать молодежь. Очень надо. Здорово, что правительство Республики обращает внимание не только на какие-то серьезные экономические проекты, научные работы, но и на культуру. Это для нас очень важно. Это неоценимая поддержка для статуса театра, для, я думаю, отдельного артиста. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Известный российский композитор «Наш земляк» Алексей Айги номинируется на «Оскар». Саундтрек документальной ленте «Я вам не негр» настолько понравился автору фильма и зрителям, что его выдвинули на получение престижнейшей премии Американской киноакадемии. Руководитель ансамбля «4.33», известный скрипач и композитор Алексей Айги уже не первый раз сотрудничает с автором фильма Раулем Пеком. Эта картина стала уже шестой их совместной работой. Фильм «Я вам не негр» повествует о жизни и творчестве американского писателя Джеймса Болдуина. Упорная борьба афроамериканцев за свои права – лейтмотив всех произведений автора. Многие авторитетные издания уже внесли эту ленту в топ-10 документальных работ текущего года. Саундтрек фильму «Ансамбль 4.33» записал на студии Мосфильм. Это сочетание камерной музыки и фри-джаза. Работы Алексея Айги звучат во многих хорошо известных зрителю фильмах. Среди них «Орлеан», «Страна глухих», «Ретро втроем». В архиве скрипача и кинокомпозитора произведения более чем к 50 картинам и многие отмеченные премиями «Ника», «Золотой Овен», «Золотой Орел». Кстати, сам Айги скромно оценивает свои шансы на получение Оскара. Хотя музыка к картине уже выиграла приз на конкурсе в Торонто. Критики полагают, что это может рассматриваться как серьезная заявка на успех. Таким был этот понедельник. Глазами корреспондентов программы «Республика». Смотрите наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова